Динамо Номер девятый Дмитрий Коверлинский Номер восемьдесят седьмой Вадим Шибачев Номер семьдесятый МИКС Игра 6 Хоккейный клуб Динамо Москва Мемория Ледовый 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 Стартовый Команды СКА Братарь Ледовый Игорь Лесовки Зачитник Номер сорок шестой Владис Волт Каврика Зачитник Номер с игрой Давид Рунгла, нападающий номер восемнадцатый, Александр Деркачев, нападающий номер двадцать девятый, Илья Каблыков, нападающий номер сорок, Евгений. Девушка, дамы-дамы-дамы-дамы-дамы, Кейни-Клуб, шта! Всегда двадцать, Кейни-Клуб! Если определить игру, то, в общем-то, наберем белые. Не откладывая на то, что можно сделать сейчас, да, ребята, поддержим команду! Матч окончен. 3-1. Победа команда «СКА». Ну, во-первых, с подминой можно ли сказать, что этот матч получился для вас проще, чем игра с нефтехимиком? Спасибо. Ну, простых игр у нас не бывает сейчас. И все игры шайбы в шайбу, как бы до последнего сейчас у нас было непонятно, кто победит. Динамо в конце давило, мы хорошо отоборонялись. А какие-то были последствия, если можно так сказать, прошлого поражения? Меняли ли что-то принципиальное, кроме состава зрения? Ну, это к тренерам уже больше по составу зрения, я так ничего не могу сказать. Команда так же готовилась, так же настраивалась. Там предстоит сейчас поездка на матч звезд, насколько это какой-то интересный и вымораживающий опыт. Может быть, лучше было бы отдохнуть там? Ну, интересный опыт для меня впервые. Поехать, не знаю даже чего ожидать. Надеюсь, повеселимся и мы, и повеселим болельщиков. У всех будет хорошее настроение. Такие интересные выходные вообще. Чем-то конкретным себя планируете проявить? В чем-то, точнее, конкретном? Что-то готовите, может быть? Да, ничего не готовы. Зачем? Там есть кому-то готовить. Мы все на Никиту Бусев, он у нас все готовит. В конкурсах не хотите участвовать? В конкурсах? Если веселый тогда будет. Ну, мастер-шоу, вот это, биатлон, там, три в одного. Ну, на сколько мастерства хватит, не знаю же. Посмотрим. А еще по игре, вот один вопрос. Мама, когда Орлицкий и Чевачев там больше всего очков на двоих набрали. Было какое-то? Не, я, 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 технику, особенно играть, где ничего. Да, и тут даже говорить не надо. Все понимают, какое мастерство у этих ребят, что они могут из-за ничего сообразить гол, ну, как и каждый, как и вдвоем они. То есть, и большинство у них опасное. Все, все это прекрасно знают. Четыре раза Динамо выиграли из четырех? За счет чего, в чем считаете, секрет успех? Или просто так получилось? Да. Хорошие, организованные игры, дисциплина, как бы. Сейчас уже об этом не смотрим, кто выиграл четыре-четырех, там, не так важно, не так много игр осталось до пола. Да, Решбьев. Поздравляю вас с победой над «Московским Динамо», но по игре, первый период складывался, как будто бы не в пользу стану, в конце все-таки удалось забросить. Как на льду вас принимаете? Да, на самом деле, первые минуты, наверное, по обе стороны были немножко сумбурные. Много было неточных передач. Больше вбрасывали шайбу в зону и мы, и «Динамо». Потом, видать, обе команды вошли в игру, и уже там было видно, то, что хоккей немного изменился. Вот мы говорим, журналисты часто, о психологической важности шайбы в издевалке. У вас как раз такая первая получилась? Насколько она оказалась действительно хорошей? Ну, да, на самом деле так есть, но сейчас уже, знаете, любая шайба на вес золота, без разницы, в какое время она забивается, и высота, конечно, это прилив таких небольших эмоций, да, уже в издевалке забираем. Ваше сыно было первым сегодня заявлено. Какой функционал на машине возложен, что лучше, что первый? Да, я думаю, уж всех, нашу тройку уже все нам, так сказать, прекрасно понимать, в чем у нас сегодня заключалось. Наши действия там просто выходили какие-то определенные изменения, старались играть тело, не давать им шайбу, ну, поактивнее, так сказать. Четвертая победа в четырех матчах на сезоне против Динамо. Достойный результат, как можно сказать? Да, на самом деле результат хороший, потому что Динамо хороший соперник, потому что все, наверное, забыли, что они неважно стартанули, потому что очень приличный ход команды. я думаю, они достойно выступят на этом сезоне. Ну, хороший матч, хорошая победа, а вы удивлены, почему? Да, ну, нет, почему? Просто нормально все, просто серьезно отвечаем на ваш вопрос. Сергей с победой сложная встреча, и особо сложным, так нам показалось, это первый период. Спасибо. Начнем. Так, я думаю, что, да, сложная игра была, команда хорошая, тренер сменил, добавил аж язык, и пришлось как бы с ним работать в хорошем темпе. Ну, думаю, это к лучшему, потому что у нас подготавливает клей-офф, именно такие игры, где нужно всегда возвращаться, всегда идти в борьбу, и выиграть единоборство, это как раз то, что нам нужно для подготовки клей-офф. По ходу манча оказалось, что СКА притирается, как мы все можем сказать, к игре Динамо, и благодаря этому вы позволите занимать больше и занимать свои моменты, так ли? Ну да, мы стали постраиваться по той игре, которую они нам предлагают, ставим при этих неслабые места. Думаю, что, если больше сыграл на реализации, она, наверное, игралась полегче, и эжитаты увеличились. Сапитом сказали, что больше борьбы сегодня было непосредственно. Вы ощутили своим телом, что больше борьбы, потому что Смироновым вы там что-то поцапались, и есть у ворот, вас кто-то... Что было, кстати, у ворот? Было больно? Ну, мне просто не очень удачно упали на ногу, так что просто... Ну, не игровой момент, ничего такого, так что продолжаем играть так же. Это все игра, все бывает, надо идти просто терпеть. А Смироновым, он на вас обидел, или вы на нему? Мы друг на друга обидели, но потом померили. Сегодня Евгений Никитонов, день рождения, наверняка на раскатке вы с вами как-то поздравили, может быть, с издевалкой сейчас? Конечно, поздравили, в том втором столе его пихать, чтобы не сильно разозлился, а так, хороший день, хорошая победа, и я думаю, с хорошим настроением он сегодня уйдет в хорезон. Лет на ноге, это последствия того эпизода, да? И на супе серьезное повреждение. Все хорошо, не переживайте. Мест, пожалуйста, полпыли, пожалуйста. Ну, я скажу, что сегодня мы, как говорят, не в голосе были, да, это сегодня. Первое наше звено, хотя забили они один гол, но так играли не очень хорошо. Я не доволен ни результатом, ни игрой, ну, результатом понятным. Вот, а так, в общем-то, с одной стороны, вроде бы, ребята старались у нас, но, к сожалению, поставили молодого парня там, нет, в этом, третьем, четвертом звене, да, и пропустили они у нас два гола, что, в общем-то, и определило, наверное, этот результат, но, к сожалению, все равно с одним голом выиграть такой команды, как «СКА» невозможно. Все. Спасибо. И главный тренер «СКА» для Воробьев. Прежде всего, Валечка, спасибо, что пришли. Да, это ваш тазирование. Готовились к плотной игре такой, в «СКА» рабочей победы, господин. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Для Александра Мач-ТВ, Владимир Васильевич, Динамо сравнял счет в самом начале второго периода. Обычно такие шайбы дают эмоциональный импульс. Почему не удалось закрепить успех? Я говорю, что мы сегодня не очень хорошо и физически выглядели. Поэтому, наверное, не удалось зацепиться за этот результат. Но там ошибки такие. Молодежь ошиблась. Андрей Алексеевич, пожалуйста. Владимир Васильевич, я когда комментировал матч, я сказал, что такому Владимир Крикунов научить не мог. Оцените поступок Зайцева. Зайцев? Ну, во-первых, его ударили перед этим три раза. И он говорит, я не хотел, я только что сейчас с ним разговаривал. Он говорит, я даже не хотел, просто так отмахнулся, ну и попал так. Не, такому мы не учим, конечно. Траться, пожалуйста, а это не наше стиль. Неканал 78, пожалуйста. Вопрос, Илья Рубьева, Илья Петрович. После матча с «Нефтяником» были вопросы у вас к команде и были какие-то ошибки допущены. В этом матче что удалось исправить, за счет чего вы добились такого результата? Спасибо. Илья Рубьева, Илья Рубьева, Илья Рубьева. Владимир Васильевич, вы сказали, что недовольны первым звеном. Это вот связано с тем, что плотно там играли против них, и они разговариваются не смогли, потому что технично у вас ребята в основном оказались не готовы к такой игре. Да может быть даже и не поэтому, и против них всегда играют плотно, да. Они сегодня немножко были не в движении, как вся команда, я думаю, что, да. И поэтому у них так не очень получалось все это. Обычно они играют гораздо лучше. Илья Рубьева, Илья Рубьева, Илья Рубьева.